Сегодня в очном противостоянии друг против друга сойдутся четыре лучших бомбардира сезона. Двое из них представляют Рижская Динамо, двое из них представляют Скайп. Без остановок команды играют больше трех минут. Вот помните, был в самом начале проброс. И сейчас опасный момент, бросает по воротам Редликс и Шестеркин сумел выручить. Бидель, пас на пятак, бросок оттуда Шестеркин блестящий сейв совершает. Ну вот смотрите, пять минут с небольшим сыграно в этом матче Рижане пока что поопаснее. Еще же их ворот, бросок Редликса, бросок Дарниша, это конечно голевые моменты. Появляется поблизости Скворцов и как раз Скворцову Шайбу адресует. Сотник Скворцов более того из-за ворот выкатил. Вот так сразу из-за штанги там вборвавшись. Путался толкать Шайбу в ворот и Шестеркин ее отбил. Но и Клюшки при этом лишился. Далеко в угол площадки она отлетела. Первый период завершен. Скоро в гостях у Ильичского Динамо. Здесь пока что ничья 0-0. Ну и стартовал второй период. Эта игра продолжается. Здесь момент, на который необходимо отдельно обратить внимание. Это количество выигранных и проигранных вбрасываний. А вот сейчас Шайба в воротах. Пока вот мы вспоминали прошлое, здесь уже в настоящем. Рига открывает счет в матче. И вот то самое противостояние лучших бомбардиров, которое мы перед матчем анонсировали. Вот оно. Линус Видель. По дополнительному показателю по заброшенным Шайбам именно Видель сейчас опережает и Херсли, и Гусева. А вот теперь забивает Гавриков. Вот так. И ничья 1-1. Ну, ждали от Херсли, а забил его партнер по обороне Владислав Гавриков. Притом, что Гавриков это ведь не тот человек, который отличается такой серьезной результативностью. Передача направо. Бросок и Белялов сейчас здорово вытаскивает после выстрела Павла Доцука. Доцуку, кстати, записали тоже результативную передачу, когда забивал Гавриков. Не только Карпов в качестве ассистента. У нас сейчас Павел мог и забить сам. И смотрите, на пересменке сейчас армейцы ловят Динамо. И Белялов потерял Шайбу из вида. И похоже, она не пересекла все-таки линию ворот. Там защитники. Здесь Плотников. Еще один наброс от Борта. Не прижата Шайба и Белялов. Чудом просто каким-то сейчас останавливает ее. Но атака продолжается. Кузьменко. Здесь нет, не удается переиграть вратаря. Вот это момент. Очень долго Скан находился в зоне соперника. Итак, ничья по-прежнему. Скав в гостях у Рижского Динамо. Здесь 1-1. После двух периодов мы попадем на перерыв. Вот уже команда здесь на площадке. Батник и Блоков на точке. И Батник бросил не выиграл. По-прежнему, кстати, пообрасил не очень серьезное преимущество. У СКА, там Скворцов в борьбе с Херсли. Все равно шайбу получил. И на пятак. А вот теперь шайба влетает в ворота Шестеркина. Однако сразу же арбитр разводит руки в стороны. Рижане тут поздравляют друг друга. Но потом обращают внимание на Юрия Аскирка, который сразу же руки в стороны развел. Не засчитали. Гусев опять же на Херсли. Ну вот, вот, вот. Забивает Патрик Херсли. Спрашивается, почему человек не бросал. До этого несколько было эпизодов. А этот матч завершен. СКА одерживает непростую победу в Риге над местом Динамо со счетом 2-1.